И Израиль не смог бы действовать настолько нагло и наплевательски по отношению к международному праву, если бы не чувствовал себя под безусловной и всепогодной защитой Соединенных Штатов. Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже пять раз применил в СБ право вета и с начала июня сознательно пытается вводить нас всех за нос, рекламируя свой пресловутый план Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между Хамасом и Израилем. Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредственные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой. Весьма символично поэтому, что команду на ликвидацию лидера Хизбаллы и начало опаснейшего витка региональной эскалации израильский премьер дал именно из Нью-Йорка, предварительно выступив с подчеркнутой милитаристской речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Вот с каким спевшимся дуэтом, уважаемые коллеги, мы с вами на самом деле имеем дело. И вопрос, разумеется, не только в моральной и политической поддержке, но и в многомиллиардных поставках оружия, которые в Вашингтоне, как ни в чем не бывало, продолжают отгружать Израиль, несмотря на истребление 42 тысяч палестинцев. Субтитры создавал DimaTorzok